Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Правовое поле» – совместный проект Национального телевидения и прокуратуры Чувашской Республики. И я, ее ведущий Альберт Петров. Сегодня мы обсуждаем тему, связанную с соблюдением конституционных прав граждан при расследовании уголовных дел правоохранительными органами. К сожалению, никто не застрахован от возможности стать участником уголовного процесса, будь то потерпевший или, наоборот, обвиняемый. И государством должно быть гарантировано соблюдение прав таких граждан, независимо от того, какой статус они имеют. Однако на практике очень многое зависит от уровня квалификации и личных качеств представителей власти, принимающих участие в уголовном преследовании. Как быть, если правоохранительными органами должным образом не защищается право потерпевшего, в том числе допускается волокита в расследовании уголовных дел? Напротив, куда обратиться, если вас вдруг обвиняют в преступлении, которое вы не совершали? Что делать, если вас незаконно задержали и содержат в камере? Каковы полномочия прокуратуры в защите прав граждан при расследовании уголовного дела? Вот, пожалуй, далеко не полный перечень вопросов, на которые мы постараемся ответить в нашей передаче. В районах республики продолжают выявлять факты торговли контрафактным алкоголем. Ядринская прокуратура недавно возбудила несколько дел на одной из ночных кафе. Его клиентам продавали спиртное без нанесенных на бутылки маркировок. Директор заведения был привлечен к штрафу в 4 тысячи, а юридическое лицо – к 40 тысячам рублей. В прокуратуре Аликовского района помогли местные жительницы вселиться в благоустроенное жилье. Раньше ей вместе с сыном приходилось ютиться в аварийном доме. Его износ превышал 87%. Администрация муниципалитета до последнего не замечала, в каких условиях обитает семья. В суде чиновников обязали предоставить женщине благоустроенную квартиру, причем без очереди. С этим решением согласились и в Верховном суде. Как власти Аликова исполняют эти требования, взяли на контроль в прокуратуре. А в Красноармейском районе по требованию прокурора суд оштрафовал местного предпринимателя. Он занимался перевозкой пассажиров и, видимо, забыл об элементарных правилах. При проверке в салоне авто обнаружили неисправный огнетушитель, а в аптечке хранились препараты с истекшим сроком годности. Бизнесмены назначили штраф в 3 тысячи рублей. В Чебоксарском районе по требованию прокуратуры осудили браконьера. Его поймали с поличным еще в июле на речке Цивиль. Именно здесь мужчина установил сети. В них попался солидный улов на сумму 200 тысяч рублей. Горе рыболова признали виновным. У него уничтожили сети и обязали отработать 200 часов в пользу государства. Сегодня у нас в студии начальник отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Чувашской республики Дмитрий Ардалинович Телин. Здравствуйте, Дмитрий Ардалинович. Здравствуйте. Дмитрий Ардалинович, мы уже в предыдущих выпусках передачи говорили о порядке рассмотрения сообщений о преступлениях. Сейчас мы как раз таки рассматриваем такую ситуацию, когда уже проверка проведена по сообщению о преступлении и принято решение о возбуждении уголовного дела. Согласитесь, это уже влечет более серьезные последствия для гражданина, в том числе для подозреваемого, для обвиняемого. Это ведь так? Ну, безусловно. Если говорить о возбужденном уголовном деле, то, конечно, это полноценный процесс расследования. С этого момента следственные органы, они полноценно проводят следственные действия, в том числе и связанные с ограничением конституционных прав граждан, это обыски, обыски в жилищах, выемки. Если по делу появляются подозреваемые, обвиняемые, то применяются в отношении у них меры процессуального принуждения, меры пресечения, в том числе и вплоть до заключения под стражу. Наверное, тогда следует разъяснить нашим телезрителям, проверяет ли прокуратура законность о возбуждении уголовного дела и наделена ли определенными полномочиями? Ну, конечно. Это одна из основных функций прокурора на досудебной стадии уголовного судопроизводства. При решении вопроса о возбуждении уголовного дела следователь-дознаватель незамедлительно копию постановлений направляет прокурору, и прокурор обязан принять решение о законности данного уголовного дела. То есть, либо он с ним соглашается, либо выносит постановление об отмене данного решения. На практике были случаи, когда действительно прокурорами отменялись незаконные постановления о возбуждении уголовного дела? Да, конечно, такие случаи есть и в практике Чувашской республики. Их, конечно, не так много. Но могу сказать, что за текущий период 2014 года отменено 25 таких постановлений. Все они связаны с тем, что либо неправильно обстоятельства, установленные в ходе доследственной проверки, излагались в постановлении о возбуждении уголовного дела, неправильно давалась квалификация действия, либо вообще вопрос о возбуждении уголовного дела решался преждевременно. Всегда ли на этой стадии можно увидеть прокурору, насколько законно принято решение при возбуждении уголовного дела? Ведь фактически он проверяет именно те материалы, которые представляет ему сам правоохранительный орган. Он ведь может и не знать о определенных обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о том, что действительно на самом-то деле, может быть, из-за того преступления нет. Но здесь необходимо понимать, что стадии возбуждения уголовного дела – это все-таки еще не стадия направления его в суд и рассмотрения по существу. На этой стадии мы смотрим, что мы смотрим, чтобы были признаки преступления, и было понятно, что скорее факт преступных действий есть, необходимо его расследовать и устанавливать виновность человека. То есть вопросы доказанности, недоказанности – это уже вопросы предварительного дальнейшего следствия. То есть, я так понимаю, что возможно и прекращение уголовного дела? Конечно, у нас определенная часть уголовных дел прекращается. Вообще на практике у нас такие случаи есть. Имеет случаи, когда и люди под какими-то мерами процессуального принуждения находятся. То есть отношение к делу прекращается, поскольку либо их вина не доказана, либо на самом деле какие-то доказательства о невиновности добываются. Чуваши, были ли случаи, когда действительно привлекали к уголовной ответственности, допустим, заедом невиновного гражданина? Да, конечно, такие случаи есть. Это как случаи, связанные, ну особенно, скажем так, если говорить про экономические преступления. То есть определенные правоотношения без исследований в рамках конкретного уголовного дела зачастую невозможно дать оценку. То есть были ли это мошеннические действия, либо гражданские правоотношения, то, конечно, да, бывает, что такие дела прекращаются. И, соответственно, уголовное преследование в отношении людей тоже прекращается, они получают соответствующие права на реабилитацию. К сожалению, есть, конечно, случаи, когда и откровенно фабрикуются уголовные дела в отношении граждан. Они, конечно, единичны. Но такой пример у нас был в прошлом году, когда нами было установлено, что органами наркоконтроля был задержан гражданин, который в районе республики собрал семена конопли, и с этим пакетом был задержан как бы на месте преступления. То есть он был заключен подстраживать, в отношении его было возбуждено уголовное дело. И только спустя продолжительное время в своих жалобах в органы прокуратуры он начал указывать о том, что данное преступление в отношении него было фактически сфабриковано и спровоцировано, что есть его знакомый, который попросил его пойти на это поле, собрать вот эти вот самые растения для него, а когда он эти действия совершил, то был с поличным задержан сотрудниками наркоконтроля. Нами незамедлительно были привлечены сотрудники следственного комитета, сотрудники отдела собственной безопасности госнаркоконтроля. Всю информацию, которая была изложена в его жалобе, была проверена. Действительно, она подтвердилась. Уголовное дело в последствии в отношении его было прекращено. Он освобожден из-под стражи. А в отношении нерадивого сотрудника госнаркоконтроля было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. И он сам предстал перед судом. Спасибо. Давайте покажем сюжет об этом. Если не можешь похвастать результатами своей работы, не переживай. Все можно исправить искусственным путем. Именно так поступил старший оперуполномоченный Новочебоксарского межрайонного отдела управления наркоконтроля по Чувашской республике. Иван Павлов, зная о низких показателях его подразделения по выявлению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, решил инсценировать дело. Он подготовил знакомого, чтобы тот нашел кого-нибудь для сбора травы, якобы для корма декоративных кроликов. Весомым аргументом в убеждении должен был стать алкоголь. Раздобрев под действием горячительных напитков, мужчина согласился. Валерия Сергуняева отвезли на поле в Цивильском районе, где в технических целях выращивалась конопля. В последующем этот мужчина, которого попросили собрать эту траву, был задержан патрулировавшими территорию сотрудниками наркоконтроля. В отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса незаконное приобретение наркотиков. Поскольку в его сумках было обнаружено свыше 3 килограммов 300 граммов наркотического средства марихуаны. Сергуняев был заключен под стражу, но, как известно, все тайное становится явным. Следствие установило видеонаблюдение за старшим оперуполномоченным. А это ты начинал грузить? Ну, это так не важно. Как вы? Терпилый, это Валер. Нет, нет. Короче, нормально все? Все так же, да? Просто видишь, он говорит, да, понимаешь, что это не так? Конечно. В результате против теперь уже бывшего старшего оперуполномоченного Новочебоксарского межрайонного отдела управления ФСКН России Почувашии Ивана Павлова было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. Валерия Сергуняева реабилитировали. Он работает, ездит на заработки, вот, и чувствует себя. Он после этого, да, долго болел, очень, ну, знаете, когда незаконно посадят, как тут человек переживет. Ой, вы знаете, мы столько пережили за этот год, что мне тяжело и трудно вспоминать об этом. Хочу поблагодарить и сказать большое спасибо прокуратуре, Куратуре Чувашской Республики, Следственному управлению, Следственному комитету Российской Федерации Чувашской Республики, отделу по расследованию особо важных дел Следственного управления, Следственному комитету Российской Федерации Чувашской Республики и уполномоченным правам человека Чувашской Республики за то, что разобрались и заказали невиновность моего сына. Дмитрий Анатольевич, согласитесь, страшно, когда человека задержали и содержат в камере. Думаю, есть необходимость разъяснить нашим телезрителям, какие существуют вообще основания для задержания гражданина по подозрению о совершении преступления и, соответственно, помещения его в определенную, скажем так, камеру при задержании. Да, конечно, у нас Уголовно-процессуальный кодекс, он достаточно жестко ограничивает действия правоохранительных органов по задержанию граждан. То есть есть конкретный перечень условий, которые содержатся в 91-й статье Уголовно-процессуального кодекса. То есть для того, чтобы человека задержать по подозрению о совершении преступления, он должен быть застегнут непосредственно на месте преступления, либо непосредственно после его совершения. На него прямо должны показывать лица, как на лицо совершившие преступление, на нем, на одежде, либо должны быть явные следы преступления. Если же вот этих обстоятельств нету, то человека можно задержать только при наличии каких-то иных данных, указывающих на то, что он преступление совершил, но при этом должна быть не установлена его личность, он должен не иметь постоянного места жительства. Либо уже на момент его задержания должно быть когда-то есть руководство следственного органа, либо органы дознания о заключении его под стражу. Хотелось бы остановиться на правах потерпевших при расследовании уголовных дел. Можно ли пожаловаться прокурору в том случае, если расследование уголовного дела необоснованно затягивается, то есть производится какая-то балакита по делу, сроки, достаточно длительное расследование, и так же вдруг оно незаконно прекращается или приостанавливается? Ну конечно, то есть необходимо понимать, что потерпевший, он такой же участник уголовного судопроизводства, то есть у него есть свои права и обязанности, и прокурор в уголовном процессе он обязан защищать не только права одной стороны, но и права в том числе и потерпевших. Соответственно, в данной ситуации мы должны смотреть, чтобы, безусловно, права потерпевших, в том числе на разумный срок уголовного судопроизводства, на законность решений, которые принимаются, всегда соблюдались. И это одна из главных задач прокурора. Я думаю, есть необходимость разъяснить нашим телезрителям. В какие же сроки должны рассматривать жалобы потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого прокурора? Ну, уголовно-процессуальный закон у нас устанавливает сокращенные сроки рассмотрения таких жалоб, заявлений. То есть, статья 124 Уголовно-процессуального кодекса прямо указывает, что мы должны такие жалобы рассмотреть в трехдневный срок. В случае необходимости истребования дополнительных материалов, изучения уголовных дел, мы можем продлить срок до 10 дней. Но в 10-дневный срок прокурор обязан дать оценку конкретно действиям следователя, дознавателя, действиям бездействия. И, соответственно, если есть необходимость, принять меры прокурорского реагирования. Всякое уголовное дело должно быть доведено до логического конца. Вот на этапе направления уже уголовного дела в суд, какую роль играет прокурор? Приорит ли он законность вообще всего расследованного в рамках уголовного дела? Каким образом он это делает? Ну, конечно, то есть прокурор в данной ситуации, поступивший от следователя уголовное дело с обвинительным заключением, направляет его в суд только прокурор. То есть, без утверждения прокурором уголовного дела оно в суд не пойдет, и суд его не примет. И здесь необходимо, конечно, исходить из того, что все-таки прокурор здесь осуществляет уголовное преследование от имени государства, и в суде государственное обвинение будет поддерживать прокурор. И, соответственно, было бы не совсем логично направлять уголовное дело в суд без согласия прокурора. Поэтому, то есть, как бы на стадии окончания предварительного расследования мы изучаем уголовное дело, правильно ли дана квалификация, все ли обстоятельства установлены, достаточно ли доказательств. И в случае, если, скажем так, все по делу в порядке, мы его направляем в суд. Если же мы устанавливаем, что, значит, либо необоснованное дело направляется в суд, иногда мы, то есть, как бы возвращаем уголовное дело следовательно в связи с тем, что заведомо заниженная квалификация действий, где-то доказательства не собраны, где-то что-то не доделано, то, соответственно, то есть, принимать решение о возвращении уголовного дела. Спасибо. А я еще раз напоминаю, что с нами был начальник отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Чувакской республики Дмитрий Родиленович Телин. Вам большое спасибо, вам меньше жалоб на, да и вообще меньше уголовных дел, соответственно, чтобы у вас было меньше работы в этом направлении. Спасибо. Как видим, роль прокурора в соблюдении прав граждан при расследовании уголовных дел очень высока. Отдельными представителями правоохранительных органов все еще свойственна профессиональная деформация сознания, порой направлена не на установление истины, а на создание видимости хорошей работы. К сожалению, для достижения таких целей нередко нарушается закон. А ведь за каждым таким нарушением кроется, как правило, конкретная судьба людей, их обманутая надежда на справедливость, подрыв доверия граждан к органам государственной власти. И здесь, конечно, важно не молчать, ведь есть прокурор, который может и должен помочь. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова